Добрый день всем. День, ну да, я отработала уже с утра. Что-то там ищешь. Там что-то у нас это проживало. Идюшка сырая. Все ноги намокли. Вода прямо у нас. С земли бьет. Ключом. Сейчас еду в Лидл. Кое-что купить надо. Там кое-что привезли. В общем, доеду. Та-дам. На свой страх и риск купила орхидею. В Лидле было по 7 евро. Сейчас посмотрю. Вроде бы я там ее смотрела. Нормальная. Ай. У нас орхидея по 20, по 30 евро, блин. Если в магазине начинается. А это 7 евро. Нормально. Думаю, дешево, сердито. Главное, чтобы не тухлая была. Что-то сделать. Как-то они ее пересадили, что ли. Что-то не понятно. А, это она, наверное, упала. Земля из нее. Вот этот лист. Ну, свинячилая, конечно, тут триндец. Вроде бы влажная. Хрю-хрю. Ну, ладно, сейчас пропылесочу. Сю-сю. Так, слушайте. Ну, вроде бы здесь, знаете, все хорошо. Сейчас на свету посмотрим. Сейчас посмотрим. Пойдемте посмотрим. На свету. На свету иду. Ну, вроде бы хорошая такая. Смотрите, видите? Не гнилая. Прикольная. Красивая-то. Смотрите, какая. Ой, ну, красота. Ну, вроде бы нормальная, да? Даст Бог. Все с ней будет хорошо. Так прям даже очень ничего, да? Пишите ваши комментарии, как она вам. Вот сюда сейчас я ее поставлю. Будет красиво. Она какая-то даже... Ой, блин, камера вся. Кучерявее, чем эта. Смотрите, какой лист здоровый. И корни какие. Так что у меня новый житель. Ой, ну, свинячила, ну, триндец. Тут какой-то листик там. Даже если будут зеленые, надо вот такую штуку тоже купить еще одну. Так вот. Прикольно, да? Красиво, красиво. А вообще я в Lidl поехал. Вот. Это палка селфи, но она идет с треногой. Видите, как удобно. Тринадцать евро цена вопроса была. Смотрите, есть и пультик такой есть. В общем, сейчас посмотрю, будет ли удобно. Это вдруг... У меня палок селфи этих дофига и больше. Вот. В машине валяется. Но вот именно, чтобы с треногой не было. А это очень неудобно, мне кажется, что поставил вот так вот где-нибудь даже снимать саму себя. С пультом вообще зашибись, да? Как вам думаете? Классно же? Мне тоже кажется классно. Так. Пойду я сейчас переоденусь. Ну, красиво же. Что вы? Даже просто, если они стоят. Я хотела сюда три поставить, но вижу, что три мне сюда просто не уместится. Пускай стоят две. Это уже отцвела? Отцвела уж давно хризантема в саду. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять. А тут тоже шесть. Нет, тут даже больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А, здесь восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. а ну и тут тут так же развалился жара у нас жара жара жареное солнце а я сегодня на пляж не еду подругу буду стричь и все теперь уже до понедельника потому что выходные я уже говорил повторяюсь друзья повторяюсь ладно я сейчас быстренько пропылесошу с это потому что будет тащиться во все щели ну вот смотрите какая прикольная штука вот куда ехать очень даже интересно так складывается удочка и все с пультиком пультик отсоединяется мне кажется очень удобно вот же тренога откручивается тут такой все прорезиненное очень удобно класс я довольна в арсенал какой то это я тоже кстати пользуюсь у меня есть есть еще три нога обычная так что youtube это не только деньги как говорят тем более если когда зарабатываешь копеечки так как это мне очень нравится мне это по барабану это больше хобби даже но вы уже тоже об этом знаете люблю снимать фотки видео все люблю поэтому это как бы мои прихоти супчик обалденный вкусные вчера до 12 ночи варился смотрите какой нарядный у меня тут еще с завтрак остался вак по четвертинка авокадо тоже съем хлебцами так вот пахнет аромат всем приятного аппетита пахнет аромат всем приятного аппетита пахнет а Субтитры добавил DimaTorzok Собралась гулять уже с Чарли И смотрю вот тут на Чучу, у него уже ногти такие длинные Сейчас я его наверное поймаю, ему подстригу Потому что он вот прыгает вот туда-сюда и задевает ими Еще надо ему скорлупы сюда наделать Заодно посмотрю, что у него там, оперение как идет Операция прошла благополучно И оперение проходит с успехом Поменяла ему ковровое покрытие Насыпала немного еды, воды я ему каждый день меняю Поэтому все, я думаю, что жара ему... Ой, хвост одно перо осталось от хвоста От хвоста одно перо... Так, не ревнуем Все, идем гулять Ревнивец такой Что-то прям как-то то солнца не было, то опять вышло Непонятная погода, но 40 градусов на улице Красавица какая Тут вот фу на тебя Тут вот фу на тебя Так вот Такая вот красивая Все, идем обуваться И на улицу А вот на улицу... Венаки, суве Все, не хочет Вот на улицу он не хочет Венка, мама, суве Венаки Венка Суве Мама, понете Суве Суве Не хочет Суве Не хочет гулять Скажет, жарко-то Но это трендец, друзья Чуть без штанов не ушла Я вот это Вот у меня велосипедки тут есть Вот такие вот Но я сверху надела эту Потом пошла Решила чуть-чуть сделать это Убрать в его квартире И вот так вот пошла уже обуваться Думаю, что-то как-то мне прохладненько А штаны-то не надела Вот сейчас бы пошла К жопой вилять Ну вообще Сидит, ждет А куда ему деваться Мать чуть без штанов не ушла Ой, в голове не так Как там? Малолетка Дура-дура Вчера и вообще В течение этой недели Говорили и обещали Что этот день будет сегодняшний Самый жаркий за все лето Вы знаете, что-то я не заметила Во-первых, дома мне было комфортно И даже ни капельки не жарко Вот Вот откуда он грязь собирает Вот откуда грязь собирается Сейчас оттуда вылезет весь черный Любит он в траве поваляться Ну это еще более-менее чистая О, на жопе поелозить Нет у него глистов Потому что я ему только дала эти Таблетки Ну просто поп чешется Чего нельзя У вас же тоже иногда чешется Вот Дальше что хотела сказать И вот сейчас вообще Кайфово гулять Может быть из-за того, что Вот так вот пасмурно у нас И вот так вот Нет солнца такого Вот Поэтому как бы не так жарко В общем Синоптики Хоть и было 40 градусов, да Но мы к нему уже привыкли Это как будто как так и надо Мне вообще Я вот знаете, смотрю Погоду И если понижение температуры То мне как-то я не хочу Чтобы понижалась температура Потому что лето для меня Должно быть жарким Вот А зима А зима снежная И мы сегодня с клиентом О ним разговаривали А вот я его стригла И вот что-то А, меня знаете Вообще бесит вопрос Я здесь живу уже 16 лет Или больше Я уже не знаю Вот И то есть Меня когда спрашивают А где лучше В России Или здесь Что за дурацкий вопрос Я 16 лет живу Почти пол жизни Я живу здесь Я уже не могу Вспомнить Как там у меня в России было И вообще Когда я жила там Это было другое Другое время Другая я Другое поколение Я там была Была молодая Красивная Безбалмошная Вот А сейчас я совсем по-другому Поэтому сказать Где лучше Я просто-напросто Не могу Вот Ну я так ему и сказала Он говорит Ну а климат? Я говорю Ну а климат? Говорю Если бы я была Ну доживу До пенсионного возраста То я бы хотела Полгода зиму Жить В России А Лето в Испании Потому что я обожаю море Но и Обожаю снег Да конечно Здесь мне говорят Есть же сиро-невада Я говорю Ну это не то Говорю И дома у нас В России тепло Хотя я вот эту вот Жару тоже не очень Люблю зимнюю Такую вот знаете Ненатуральную Вот Поэтому говорю Зимой там лучше Потому что Во-первых Дома тепло Снег везде Ну сейчас наверное Тоже снегом проблемы Ну в общем Как-то так Вот И поэтому когда задают А где лучше? Да хрен его знает Лучше там наверное Где меня нету Вот там точно лучше Сто процентов Вот А сейчас везде хорошо Вот так как-то Вам рассказал Здесь вот такие вот Идут гуляют Парочки С собачкой Еще иногда Велосипедисты Приезжают А так вот Люблю вот по таким местам Гулять Потому что Они это Без масочки Она у меня вон в кармане Лежит Потому что там Сейчас уже надо будет Дорогу переходить Идет Собака такая Шла-шла Увидела Чарли Такой не понял А почему я не поздоровался Белый и черный Смотрите Какое сочетание Классное Развернулся И пошел здороваться С моим Чарли Главное Чтобы не подрались А то и такое может быть Среди собачьего народа Не Ну они поздоровались И все Не понравилось Ладно Будем дальше Догуливаться Посмотрите Прям как будто это Вчера даже передавали Типа это будет Изморость такая Дождик польется Ну ничего не полилось А что это такое Вот это что такое Цветы какие-то Интересные Ну это наверное Несъедобные Да Я так думаю Что нет Несъедобные Растет Гляньте И никакая ему жара Нипочем Несъедобные Смотрите продолжение в следующей серии. С мятой, со стевией. У меня же мята здесь есть. Правда, вот, она уже по-новому растет. Идите. Вот. Я ее употребляю. Сейчас она заварится, я потом еще лед кину. Потому что сейчас горячее пить это нереально. У меня, кстати, авокадо поспел за один день, представляете? За один день авокадо поспел. Когда раньше зимой он неделями лежит и хрен спеет. А сейчас поспел. Все, я в душ сходила, но не пойму. То ли я плохо вытерлась, то ли я опять вся вспотела. Но больше я купаться не пойду. Но сегодня хватит. И так три раза. Все, друзья. Буду с вами прощаться до завтра. Написала там одна клиентка, что завтра не придет. Видите, как у меня клиенты ответственные пишут мне. Оксаночка, я завтра не приду. Себя плохо чувствую. Так что вот так. Я ей пожелала скорейшего выздоровления. И что буду скучать. Так вот у нас такие доверительные отношения с клиентами. Вот. Кстати, у Чарли корм закончился. У меня сегодня подруга пришла. Он, знаете, такой странный. У меня в прошлый раз тоже приходила одна девочка стричься. И он, знаете, гавкает и быстрее поесть пошел. Блин, вижу тут моль. Надо ее уничтожить. Уничтожила. И вот. И он и гавкает на нее, и быстрее есть пошел. А вот. И сегодня Таня пришла, и он быстрее гавкает. А потом раз и есть пошел. В общем, поел. Я говорю, во как. То есть, если никто не приходит, у него этот корм лежал неделю, наверное, целую. Он за неделю ни разу к нему не подошел. А сейчас быстрее за это. Не знаю, то ли у него такое, чтобы типа, ай, вдруг придут, сожрут все у меня. Лучше я первой. Вот, поел. Я говорю, ну вот, видишь, всегда буду теперь звать кого-нибудь, чтобы это... Когда собака не ест, чтобы поел. Ладно. До завтра, друзья. Всего самого лучшего. Всем пока-пока.